Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И это выпуск «Мнение дилетанта», которое, правда, не совсем дилетантское, точнее, полностью не дилетантское, будет посвящено Ютубу. Я надеюсь, что я в этом хоть немножко разбираюсь. Видео будет о том, почему на Ютубе так много плохих игровых видео. Плохих, я в том плане имею в виду, что не очень одинаковых и не очень интересных. Меня сподвигло это видео сделать один из комментариев к моему недавнему видео. Вот примерно так он звучал, этот комментарий. Захожу на канал, чтобы проверить, нет ли дуэлей или обучений, или чего-то такого, где нет хаоса голосов и где видео не растягивается на 8 часов. Чтобы смотреть в ФФА, нужно не работать, не учиться и не спать. Любопытно, кто-нибудь вообще смотрит это серьезно. Другая причина была, потому что эта тема поднималась на встречи моих зрителей в Москве. Мы тоже об этом разговаривали. Вот хочу с вами поделиться некоторыми своими наблюдениями по поводу видео на Ютубе. И годы четыре назад в одном из своих гайдов, по-моему, это был гайд по бесконечному расползанию в 5-й Циве, я жаловался, что вот у меня мало просмотров, в то время как у каких-то непонятных людей, которые в Циве вообще не разбираются, тысячи просмотров, прочее, прочее. С тех пор, конечно, это видео тоже набрало десятки тысяч просмотров, но разобрался в ситуации я только сейчас. Вот в октябре вышла шестая Цива, это привело ко мне многих зрителей, и за октябрь у меня больше двух миллионов просмотров, хотя до этого я еще никогда не добирался до миллиона просмотров за месяц. За октябрь у меня было два миллиона просмотров, за ноябрь полтора миллиона просмотров, и, казалось бы, можно радоваться, да, вот, просмотры повалили. Но когда я проанализировал, откуда эти, что люди смотрят, меня, наоборот, меня это привело в уныние и такое даже к депрессии, вот, когда не хочется ничего делать, вот, не хотелось видео никакие делать, вообще выкладывать что-либо. Потому что, вот, на собственном примере, если до этого я там мог говорить про какие-то другие каналы, что там люди чисто ради развлекухи смотрят, то тут, пожалуйста, я могу сравнивать видео на моем канале. Я не могу теперь говорить, что я такой особенный, у меня вот тут для особенных, которые любят умные только игры, там, а у остальных людей такое для поп-развлечений. Сейчас я все на примере покажу. Вот, как вы думаете, какое у меня сейчас самое популярное видео на канале, которое имеет больше всего просмотров? Никакой, ни гайд, ни обзор. Это первая серия моей игры за Россию на уровне божество в шестой циве. То есть, вот, в первый день, когда вышла шестая цива, я еще не разбираюсь в игре, ничего в ней не понимая, начал играть на уровне божество, тыкаясь, мыкаясь, и вот это видео набрало уже, ого, уже 340 тысяч просмотров. Я когда собирался делать, было только 330, уже 340 тысяч, блин, тут 10 тысяч за несколько дней еще добавилось. При этом обзор шестой цивилизации, просто для примера, обзор, то есть, то видео, ради которого я старался, там, полторы недели разбирался в игре, только в нее играл, собирал видео, чтобы это смонтировал, озвучил, то есть, которое требует очень много работы, у него даже еще 60 тысяч просмотров нет. То есть, грубо говоря, почти в 6 раз видео, которое не требовало никаких усилий, а только потому, что оно вышло в первый день игры, ну, и плюс к этому, естественно, потому что мой канал популярен под эти игры, да, то есть, это видео рекомендовалось в поиске людям, которые искали шестую циву, это видео набирает намного, в разы больше просмотров, чем любое другое, на которое ты тратишь время, знания, силы и прочее. Более того, не только первая серия, если вы думаете, что там это 330 тысяч, а там дальше потом по 10 хотя бы тысяч, хрена, и вторая серия больше, чем обзор набрала, и третья, и четвертая, сейчас мне даже просто интересно глянуть, какая серия меньше набрала, чем обзор. Ну, ладно, это долго я не буду смотреть. В общем, просто, тупо, что надо делать? В то время, как выходит игра, вы в первый же день начинаете там стримить, или летсплей записывать и выкладывать, и это приведет вам намного больше подписчиков и зрителей, чем работа с умом, со знанием, когда вы разбираетесь в механиках и прочем, а потом об этом рассказываете. Это, оказывается, никому нафиг не нужно. Ну, я утрирую, конечно, естественно, многим зрителям нужно, но большинству, я просто, понимаете, вот думал, вот там каких-нибудь людей там в шутеры, которые играют, в развлекалово всякое, естественно, зрителям хочется просто развлечения. Я не думал, что это то же самое касается и стратегии, и там пошаговых стратегий и прочего. То есть народ просто прет смотреть первое попавшееся видео по игре, в данном случае вот шестая цива, и ему этого выше крыши. Никакие гайды. Вот гайды у меня, вот по районам, например, гайды, 35 тысяч только просмотров. Это гайд, который ты разбираешься в нем, понимаешь механику, стараешься вам это все рассказать. То есть те люди, которые, например, думают тоже каких-то набрать зрителей, подписчиков, чисто делая видео по шестой циве, ну, блин, у меня для вас плохие новости просто. Я реально раньше, то есть вот мне этот ноябрь, октябрь-ноябрь открыл глаза. Я, видимо, то ли наивный слишком был, то ли что. Но вот получается, что никому нафиг не нужно какие-то вменяемые рассказы, обзоры. Хорошо, уберем циву. Вышла игра Тирания. Я в первый же день сделал стрим. Так вот, стрим у меня, и запись этого стрима уже набрал 22 тысячи просмотров, а обзор этой игры, которая от меня потребовала полторы или две недели разбирательства, собственно, и обзор, там, ну, монтирование и прочего, по-моему, даже еще до 10 тысяч не дошел. Но он дойдет со временем, предполагаю. Я понимаю, что это все, знаете, летсплей это одномоментно, а обзоры, гайды, оно как бы долгоиграющая штука. Но обзор на шестую циву точно никогда не будет больше 330 тысяч, как вот эта первая серия игры на божестве. И я очень сомневаюсь, что обзор Тирании тоже доберется до цифр, которые получил стрим в первый день. То есть людям вообще пофигу, по-хорошему, ну, я просто боюсь произнести это слово качественный контент, потому что, ну, я считаю, что все-таки запись моего стрима и там запись игры на божестве это качественный контент, в принципе, как мне кажется. Но он на порядок хуже, чем обзор или гайд. Вот то, что я вот другое делаю. А получается, что я трачу огромное время на то, что на самом деле зрителю, возможно, и не нужно. И даже вот, возьмем даже гайд. Вот если вы зайдете на главную страницу моего канала, чуть вниз промотаете, и видите видео по шестой цивилизации. Вот гайд по районам шестой цивили тридцать пять тысяч набрал. А видео о первом патче к шестой цивили, которое позже появилось, пятьдесят тысяч. То есть на пятнадцать тысяч больше. При этом руководство по районам действительно требует разбирательства в механике. То есть там и формулы есть, и как районы строить, и перевод, ну, то есть там большая работа проделана. А про первый патч я, конечно, ну, как бы сознанием дела рассказываю, но я просто рассказываю, что появилось новое. Я говорю, вот это классно, вот это не классно. То есть такой мгновенный анализ, но это не требовало особой подготовки. Вот это удивительно. И просто потому, что это видео выходит вот практически как вышел первый патч. Народ там что-нибудь ищет, и ему поиск это подсовывает, и это он спокойно смотрит. Почему меня еще это смущает? Вот, опять же, видео, там, игры на божестве, 330 тысяч просмотров. И YouTube в дальнейшем будет многим людям, которые что-то ищут по шестой циве, именно это видео рекомендовать. Не обзор мой по шестой циве, не гайды, а именно это видео. И народ будет заходить, смотреть, ну, по-хорошему, не самое... Не самое такое информационное, да? То есть в первый день я играл на божестве. Смотреть это видео, и что? Вот он будет привлекаться на мой канал? Будет этот человек хотеть на нем остаться? Ну, как он будет реагировать? И он точно такой же, как я 4 года назад по поводу чьего-то летсплея сказал, что он там не разбирается нифига в циве, ведущий, так же человек может сказать по поводу этого видео, потому что я в первый день ничего еще, ну, особо не разбираюсь в игре, тыкаясь, мыкаясь там, предполагая что-то, вот играл. Не смотря то, что я там в итоге победил, но это видео не рассказывает, не дает какую-то полезную, особую информацию. То же самое по Тиране. Стрим Тиране, где я смотрел, что там нового в игре, там какие-то начальные стадии игры, в принципе, да, и что? Вот его будет советовать YouTube на моем канале, если кто-то будет искать Тиране, а обзор сам по себе где-то неизвестно где. Кстати, я даже просто ради интереса сейчас попробую поискать Тиране, куда, найдет ли вообще, какое из моих видео мне порекомендует. Ну, я вот сейчас открыл обзор, открыл браузер, который вообще не не касается, где я ничего не искал. То есть, по идее, если бы я в Хроме, где я обычно хожу, брожу, мне бы начали рекомендовать мои видео вместе как-то. Вот здесь, если искать отдельно, то здесь это как-то будет более, ну, что ли, ну, да, вот на второй странице рекомендуют это мой стрим. А где обзор даже четвертая, пятая страница, шестая, ну, короче, фиг знает, фиг знает, где может быть обзор на Тиране теперь. И вот поэтому, понимаете, то есть, если раньше можно было говорить, я так вообще думал, что просто народ от балды играет в игры, то я теперь понимаю, что они просто стараются в самые первые дни, один, два, три дня максимум, быстро это записать какое-то видео геймплея, выложить его, а обзор уже никому не нужен. То есть, я видел, что многие люди просто даже этот летсплей называют обзором, то есть, чувак первый час-полтора играет, это у него обзором называется. То есть, он в процессе игры сам разбирается в этой игре вместе со зрителем и это обзор. И это больше востребовано, чем реальные обзоры в видео. Больше востребовано, чем гайды. Но, я опять же повторю, все-таки гайды и обзоры постепенно набирают просмотры. Но я не наберу столько, как вот стрим в первый день и прочее, прочее. то есть, я к тому, что если вы начинающий какой-то видеоблогер, например, то занимайтесь тем, что записываете видео прохождения какой-то игры в самые, в первые дни появления. Тогда вы будете, будете, по максимуму получать просмотры. Ну, естественно, по максимуму, знаете, вы будете десятки тысяч сразу же. Но это будет больше, чем делать гайды, как я, блин, люди, которые собираются делать гайды по каким-то играм, я теперь даже не знаю, что вам рекомендовать. Это, похоже, мало кому нужно, оказывается. То есть, это нужно, естественно. Я ни в коем случае сейчас, я не говорю, что я сейчас прекращу делать обзоры, гайды, но вы поймите вот как. Мое сейчас состояние по этому поводу. Потом, когда появился интернет, я сделал стримы, которые реально популярнее, чем те вещи, которые я считаю более интересными и правильными. С другой стороны, понятно, что мой канал стал именно благодаря этому и популярен, а не потому, что я летсплей по циве делаю. именно гайды, именно обзоры, ну, хочется верить. И, возможно, вот эта пена из 330 тысяч это именно пена, это просто те люди, которые в первый день выхода игры что-то там смотрят, но они не остаются, им особо дальше ничего интересного, ничего не интересного. С другой стороны, я понимаю, что получается, особо популярным мой канал никогда и не сможет стать. То есть какие-то надежды там на полмиллиона подписчиков или на миллион, это ну, потому что записывать стримы в первый день игры, я буду этим заниматься, потому что у меня появился интернет, почему нет? но это конкуренция с обзорами получается, с моими же обзорами, с тем, что я считаю более правильным продвигать. А как делать обзор в день выхода игры, особенно, особенно, если это касается стратегии? Тут ну, хотя бы неделю в игре разобраться надо, тут невозможно как шутер поиграв 8-10 часов уже все о нем рассказать. Стратегия требует к себе пристального внимания. Я уже не говорю о том понимании вообще всей этой кухни. Но при этом получается, я играю в эту стратегию в первый день, и эти видео наберут намного больше просмотров, чем обзоры, гайды, иногда даже вместе взятые. Ну, это очень расстраивает. И вот подводя к теме видео, почему на Ютьюбе так мало хороших видео по играм, то есть хороших, в моем понимании, это таких вот сжатых обзоров, рецензий, гайдов, тут либо ржака, то есть либо вы делаете всякие прикольчики, смешарики, смешочки и прочее, прочее, либо делаете летсплей в первый день игры. Только это будет приносить вам максимальные просмотры. И какой-то еще комментарий недавно был к одному из видео, мол, Леша, спасибо, ты относишься к играм как к искусству, то есть преподносишь их как искусство, вот именно, да, я пытаюсь именно таким образом делать обзоры, то есть чтобы человек, то есть как отношение к книге, да, как к кино, как к музыке, вот и к играм, то есть игра, это не только игра сама по себе, это не просто победить, это получить эстетическое удовольствие от нее. И поэтому я хочу именно такой обзор сделать, именно там даже летсплеи по цели, когда меня долго просили их начинать записывать, тогда я придумал этот формат ффа-игр, когда люди между собой ругаются, спорят, ну, дипломатия вот эта ведется, то есть чтобы это интересно было не только за игровым процессом смотреть, но и за дипломатией самой, как люди общаются между собой, это тоже очень важно, а не просто летсплей записать игру с компьютером. Есть, конечно, несколько таких игров, но просто показать какие-то игровые моменты, ну, или там дуэли в сетевые, но получается, опять же, вот это, почему меня в уныние это все вогнало? Потому что офигенное количество людей просто хотят смотреть игровой процесс. я понимаю, где у меня хорошие видео, где плохие видео, где, ну, вот, например, до этого у меня было на первом месте видео глюки, смешные глюки и баги в третьем ведьмаке, мне писали, вот тот момент, когда у тебя канал по пошаговым, по умным играм, а на первом месте видео по ведьмаку, вот это меня абсолютно не расстраивало, потому что в это видео я вложил душу, силы, знания, то есть постарался его сделать, мне, мне самому было приятно смотреть это видео и потом, когда он там на первом месте оказался, потому что понимаю, что ведьмак это супер популярная игра, намного популярнее пошаговых стратегий, и вот люди его смотрят, я не ожидаю от этого видео, что ко мне будут приходить подписчики, потому что у меня контент канала совершенно другой, про другое, но то, что там это видео на первом месте по просмотрам было, меня совершенно не расстраивало, и вот у меня на первом месте теперь Цивилизейшн 6 на божестве, серия номер 1 «Играем за Россию на последнем уровне сложности», и вот это меня очень расстраивает. Просто вот показатель моего канала, самое популярное видео, оно ни о чем, вот откровенно просто ни о чем. Я понимаю, что мне там скорее всего будут писать в комментариях, мол, Леша, мы все равно с тобой, мы там ради того, чтобы твои гайды смотреть и прочее, прочее, но в данном случае это вопрос знаете, прокрастинации скорее, даже я понимаю, я понимаю, что многим людям именно интересны мои гайды, и я их буду и буду продолжать делать. Меня расстроило именно то, что даже в стратегиях, даже в играх, которые все-таки требуют какого-то какой-то соображалки, люди все равно их смотрят без этой соображалки, им такое ощущение, что абсолютно пофигу, что показывают. вот это очень сильно расстраивает, поэтому я хочу почитать в комментариях может ваши какие-то успокаивающие мнения, которые опровергнут вот эту мой скепсис, который у меня появился после октября и ноября самых посещаемых двух месяцев в истории моего канала, но которые скорее больше расстраивают, чем радуют. Что вы скажете по этому поводу, как к этому относиться, ну и вообще, что посоветуете для будущего развития. На этом все, вы видели и слышали Лешу Халецкого. Играйте, несмотря ни на что, играйте в умные игры и смотрите видео, которые не только развлекают, но и что-то дают в чайничек, в чайничек наливают что-нибудь. Все, пока.